Почему Израиль убивает детей? С чего это началось? Вы скажите. Это стало прямым ответом на самую жесткую террористическую резню в современной истории Израиля за многие годы. Большинство террористов и мусульмане действуют сами по себе. Они убивают людей, они убивают беременных женщин. Они просто убивают и пытают людей самыми ужасными способами. Понятно? Оправдывает ли это то, что они делают сейчас? Абсолютно, на сто процентов. Таким образом, тысячи невинных детей несут ответственность за то, что сделал Хамас? Нет такого понятия, как невиновный или виновный. Тот факт, что есть правильный и неправильный, является коллективной идеей, где решение принимается большинством людей. Со временем вы можете убедиться, что рабство — это нормальное явление. Так вы считаете, что убийство невинных детей — это правильно или нет? Тут не стоит вопрос, правильно это или нет. Это следствие. В этом нет ничего плохого. Это нормально? Да, абсолютно. У вас у самого есть дети? Да, есть. Так что, если бы кто-то убил ваших детей, это было бы неправильно? Это зависит от обстоятельств. Для самозащиты может быть сотни причин, где это может рассматриваться правильно. Если бы вы жили в Газе, если бы вы жили в Газе как житель, невинный житель, который не имел никакого отношения к Хамасу и к событиям, произошедшим 7 октября, и они разбобили ваш дом, дом, в котором вы жили, и убивают вас и вашу семью, или только вашу семью, но вы остались живы. Согласны ли вы с этим? Поскольку не можете спорить, правильно это или нет. Это на 100% правильно. Я был бы неправ, живя там. После избрания Хамаса, после пыток и убийств, ни в чем не повинны гражданских лиц, которые приехали в Газу, могут ли они уехать? Хамас убивает их. Вы сказали, что решили жить в Газе, но вы видели гипотетическую ситуацию там. Люди, которые живут в Газе, хотят ли они остаться там? И разрешено ли им уехать? Хамас не разрешает им уехать. Так почему же они тогда решают остаться там? Многим из них отказывают, но у них была возможность уехать с тех пор, как массовая демократия Газа выбрала Хамас. Вы когда-нибудь были там? В тот момент, когда была избрана радикально настроенная террористическая группировка Хамас, они могли уехать оттуда в любое время. Знаете ли вы, в каких обстоятельствах я живу в условиях блокады Газа? Знаете ли, что это не... Я полностью понимаю это. Я был бездомным и путешествовал по всему миру. А не могли бы вы объяснить, как они могут уехать? Буквально идти пешком, своими ногами. Идти куда? Всквозь стену? Да, пройтись по пляжу. А потом в море? Да, поезжайте в Египет. Можно попасть во многие места. Через пограничный переход? Абсолютно точно. Знаете ли вы, что это тюрьма под открытым небом? Это тюрьма под открытым небом. Вы понимаете, что это значит? Я полностью понимаю, что это значит. Нет, вы не понимаете, потому что я этого не понимаю. Дети, которые умирают в Газе прямо сейчас, дети, которых убивают, это разумный и справедливый ответ на террористическую атаку. Это абсолютно отвратительно. Вы осуждаете Хамас? Осуждаете ли вы массовую резюм, устроенную Хамасом? Вы оправдываете этого ребенка? Есть ли разница между тем, чьих детей убивают? Как вы думаете, есть у палестинцев аргументы «за» или «против»? Кто нажимает на кнопку? Кто нажимает на спусковой курок? Это армия обороны Израиля или Хамас? Когда они убивают палестинских детей, кто нажимает кнопку или спускает курок? Скажите мне. Хамас стреляли в людей, которые ходили, пытались двигаться. Пожалуйста, не уходите от ответа. Кто нажимает на курок? Армия обороны Израиля или Хамас? И те, и другие. Это самый глупый ответ, который я когда-либо слышал. А кто управляет самолетами и запускает ракеты? Армия обороны Израиля или Хамас? Самолетами управляет армия обороны Израиля. Так кто же должен нести ответственность за гибель невинных детей? Еще раз повторяю, в Палестине нет ни одного невиновного. Все они должны быть радикально уничтожены, чтобы положить конец этой гонке. Это самая фанатичная исламофобская и расистская чушь, которую я когда-либо слышал. Да, я исламофоб. Я никогда не встречал более террористической религии, чем мусульмане. Что вы знаете об исламе? Совсем немного. А чему учит ислам относительно убийства невинных людей? Это совершенно нормально. Хорошо, покажите мне аят из Корана, где говорится об этом. Я не собираюсь поднимать этот вопрос и обсуждать с вами религию, но это там есть. Вы сделали утвердительное заявление о том, что ислам разрешает убивать невинных людей. Я хочу, чтобы вы обосновали это утверждение. Вы не можете просто делать беспочвенные заявления. Любой неверующий является абсолютно честной добычей для того, чтобы быть хладнокровно убитым, подвернуться пытками и не только. Пожалуйста, предоставьте доказательства. Послушайте, я мог бы погуглить это и достать для вас прямо сейчас. Найдите это для меня, пожалуйста. Я не теолог и не собираюсь обсуждать это с вами. Тогда не говорите о религии без каких-либо знаний. Все очень просто. Если вы ничего не знаете об исламе, то и не надо. На самом деле я знаю, просто не собираюсь обсуждать с вами эту тему. Совершенно очевидно, что вы этого не делаете. Вот здесь на вашем плакате написано, что Израиль снова убивает детей. Правильно, Израиль снова убивает детей. Сколько детей они уже убили? Давайте поговорим об этой резне. Давайте поговорим об этом, хорошо? Давайте не будем говорить об этой резне. Нет, давайте поговорим об этом, так как вторжение в газу является прямым результатом произошедшей резни. То есть вы явно оправдываете действия армии обороны Израиля, когда они убивают? Это оборонительные действия, да. Вы оправдываете действия армии обороны Израиля, когда они убивают женщин, детей и мужчин? Знаете ли вы, сколько ракет и бомб было выпущено по Газе, и каковы последствия этого? Вы осуждаете идею убийства невинных женщин и детей? Нет, я одобряю. Тогда у вас нет морального права задавать вопросы кому-либо по поводу осуждения. Я не занимаю какую-либо позицию по этому поводу. Я говорю, что для Израиля нормально защищать себя. Вы явно занимаете определенную позицию по этому поводу. Да, я думаю, что это нормально. Израиль снова убивает детей. Детей используют для того, чтобы они нападали на людей. Они боевики. Значит, трехлетнего ребенка используют для нападения на людей? Так оно и было, ясно? Трехлетний ребенок привык нападать? Скажите мне, как трехлетний ребенок может напасть на кого-то? Если родители привязывают к нему бомбу. Покажите мне случай, когда такое произошло. Вы просто несете полнейшую чушь, абсолютный бред. У вас нет никаких доказательств и оснований относительно того, что вы говорите. Люди это знают. Вы просто берете все это с потолка. Вы пытаетесь изменить реальность. Приведите мне хоть один случай из жизни трехлетней давности. Вот здесь изложена повестка дня о ее содержании. Самое нелепое из всего. Хорошо, приведите хоть один случай. Будете ли вы осуждать Америку за то, что она бомбила Японию после Перл-Харбора, чтобы положить конец войне, убивая мирных жителей? Собираетесь ли вы осудить державы ОСИ за убийство миллионов мирных жителей в Германии во время вторжения? Это часть войны. Люди живут и умирают. В жизни нет ничего особенного. Мне плевать на вас. На какого-то парня по телевизору, на какого-то человека в Персии, который я никогда не встречал. Так почему же вы просите людей осудить 7 октября? Если вам это безразлично, то почему вы просите людей осудить это? Я думаю, что люди имеют на это право. Нет, нет. Вам не безразлично, израилетяне, погибшие 7 сентября? Я думаю, что это неправильно. И я не думаю, что в отношении них предпринимаются оборонительные действия. Почему здесь применяются двойные стандарты? Почему, когда умирает израилетянин, то это неправильно? Но когда умирает палестинец, то в этом нет ничего плохого. Это зависит от контекста. Объясните мне контекст. Хорошо, вот вам контекст. Израиль подвергался нападению 15 раз, и они защищали свою родину и свою территорию 15 раз. Они ни на кого не нападали. Они не предпринимали никаких вторжений. Вы когда-нибудь бывали в Палестине? Я не был в Палестине. Я был там. И это делает всю историю. Общественное мнение, доступное им в интернете, и передаваем им и устно не точно. Таким образом, ваша версия происходящего сильно отфильтрована. Совершенно очевидно, что вы предвзяты, и у вас естественная предвзятость. Вы сказали, что вам не нравятся мусульмане, вам не нравится ислам. Мне не нравится ни одна религия. Вы мало что знаете. У меня есть друзья мусульмане, и меня многому научили об исламе. И вы мало что знаете об исламе. При всем моем уважении, вы очень мало знаете об исламе, потому что я спросил вас, разрешает ли ислам убивать невинных людей, и вы ответили утвердительно. Я попросил вас обосновать это утверждение. Это абсолютно верно. Приведите мне хотя бы один аят из Корана, который позволяет мусульманам убивать невинных людей, мужчин, женщин и детей. Покажите хоть одно место. Очевидно, мы знаем президента Израиля Бениамина Нетаньяху, я не хотел называть его имя, что он процитировал Тору и сказал, что мы поступим с ними так же, как поступили с амалититами, цитируя Ветхий Завет, цитируя то, что сказал им Бог. Убить каждого мужчину, женщину и ребенка. Вот так они используют религиозное описание для поддержки геноцида, который они совершают в Палестине. Это не геноцид. Это не геноцид. Послушайте, геноцид — это чистка рас или религий. А что вы думаете происходит? Что тогда происходит в Газе? Принимают ответные меры против военных боевиков с жертвами среди гражданского населения, что происходит в каждой войне. И это не только оправдано, но и необходимо. Это необходимое? Так убивать мусульман необходимое? На войне приходится убивать ни в чем не повинно гражданских лиц. Если бы вы обошли это стороной, все люди, являющиеся террористами, выиграли бы каждую войну, и они просто использовали бы человека, как щит, и говорили бы, «Ой, это священная жизнь, вы не можете убивать гражданских человек, война должна закончиться». На войне так не бывает. Война — это кровопролитие, насилие гибнут невинные люди. Люди, не имеющие прямого отношения к войне, тоже гибнут. И это происходит на каждой войне. Подводя итог, вы считаете, что гибель палестинцев, женщин и детей — это не проблема? Это не проблема, они невинны. Но гибель израилетян — это то, что является проблемой, и это то, что неправильно. Верно. Была нарушена граница. Нет, нет. Ни в чем не повинны мирные жители, не являющиеся боевиками, подверглись нападению и были жестоко убиты. Я просто резюмирую то, что вы мне рассказали. Это самая жестокая резня, которую вы слышали за всю свою жизнь. У вас двойные стандарты относительно жизни. Послушайте, чтобы защитить себя, у вас должно быть право на самооборону. Вы цените жизнь израилетянина больше, чем жизнь палестинца, верно? Нет, это не так. Хорошо, почему это не так? Почему правильно, когда умирает палестинец, и неправильно, когда умирает израилетянин? Потому что армия обороны Израиля защищает себя. Ребенок и ребенок, двое детей. Один израилетянин, другой палестинец. Когда убивают израилетянина, это неправильно. Но когда убивают палестинского ребенка, это правильно. Почему так происходит? Это зависит от контекста убийства. Армия обороны Израиля не занимается ковровыми бомбардировками газы. Когда они сбрасывают свои бомбы, почти половина их бомб просто тупые бомбы. То есть не имеют мишени. Они просто сбрасывают их на гражданские объекты, лагеря беженцев, больницы, церкви. Чтобы атаковать боевиков. Они убивают даже своих собственных заложников. Чтобы атаковать боевиков. Послушайте, в этом и заключается главная цель войны? Абсолютно верно. Она заключается в том, чтобы найти людей, которые хотят вторгнуться, убивать и устраивать резню. Так как же они достигают своих целей, убивая своих же собственных заложников? Я скажу вам это уже в третий раз. Они должны уничтожить угрозу. Пока они этого не сделают, мира быть не может. Значит, младенцы в подгузниках представляют угрозу? Пока это видео существует на просторах Ютуба, каждый, кто был причастен к выходу, получит непрерывное вознаграждение, иншаллах. Станьте и вы частью нашего дарвата, пройдя по ссылке в описании. Да приумножит Аллах ваши благие деяния. Это не угроза, а сопутствующий ущерб, который... Тогда почему же вы считаете, что их убийство оправданно? Почему вы считаете, что смерть палестинских детей – это правильно? Почему вы в это верите? Потому что цель состоит в том, чтобы убивать боевиков-террористов. Это отвратительно. Как вам не стыдно? Просто позор вам. Этот парень, он из организации сопротивления. Осудите ли вы убийство детей в лагере, организованной бандитами? Мне очень жаль, но у вас нет никакой позиции. Я несу ответственность за это. Это не аргумент. Это самое глупое. Хотите увидеть? Я могу показать вам. Хотите увидеть? Вы хотите посмотреть на детей, которые ходят с камерами GoPro? Вы осуждаете оккупацию? Это война. Это война, детка. И выживает сильнейший. Они выигрывали все войны и всегда будут выигрывать. Галаги Баган уже покинули газу. С Израилем покончено. 7 октября стало началом конца этого российского проекта, направленного на геноцид. Большое вам спасибо. Посмотрите, вот все видео, записанные на камерах GoPro из Хамас. При всем моем уважении. Существует множество доказательств того, что произошла массовая расправа над мирными жителями. Армия, оборона Израиля — это не... Я закончу свое предложение. А потом у меня будет предложение, которое вы захотите прервать. Так будет более уважительно. Когда вы исходите из того, что убийство ни в чем невинных палестинцев абсолютно приемлемо и правильно, на самом деле, по вашему мнению, это необходимо, тогда у вас нет морального права требовать от кого-либо осуждения. У меня другие моральные принципы, чем у вас. Ни в коем случае. Каждый человек относится к чему-то по-разному. У вас нет абсолютно никаких моральных оснований диктовать что-либо, просить кого-либо осуждить кого-либо, потому что у вас, как у личности, извращенный взгляд на ислам. У вас извращенное представление о том, что невинные дети и женщины умирают, и что это правильно, не просто умирать, а быть убитыми. Им взрывают мозги, оставляют умирать в инкубаторах и многое другое в этом роде. И вы можете спокойно спать по ночам. Для вас это не проблема. У вас все в порядке. Но если израильский ребенок умрет таким образом, то вы скажите, что это неправильно. Я этого не утверждаю. Я так не говорю. Вы сами это сказали. Это записано на камеру. Послушайте, я этого не утверждаю. Хорошо, поясните сами. Это неправильно для исламиста или не исламиста, израильтянина или ребенка-исламиста, потому что вы знаете многих мусульман. Что значит ребенок-исламист? Многие мусульмане. Разве ребенок — это не просто ребенок? Разве годовалый ребенок — это не просто годовалый ребенок? Я пытаюсь сказать, что нет разницы между смертью того или иного ребенка В Израиле, вероятно, умирают младенцы Я точно этого не знаю Но, вероятно, дети мусульман, которые живут в Израиле, были убиты другими мусульманами Которые просто хотят забросать Израиль бомбами Вы опять все выдумываете? По Израилю были выпущены тысячи и тысячи ракет Вы просто несете чушь Нет У вас нет никаких доказательств тому, что вы сказали Послушайте, я могу показать вам отчеты ракет Покажите хоть один Послушайте, я попросил вас привести один аят из Корана, где говорится о мусульманах и невинных людях Забудьте о Коране Позвольте мне рассказать вам, что на самом деле значит ислам Расскажите мне, что означает ислам Я скажу Может ли он оправдать все действия исламских? Позвольте мне ответить на вопрос о смерти невинных людей Которые бомбят самолеты, машины, убивают мирных жителей Объясните это При всем уважении, при всем уважении Научите меня, расскажите мне, я послушаю Я ценю это Итак, в исламе, когда вы открываете Коран, в Коране говорится, что убийство одной жизни, невинной жизни Отнять одну невинную жизнь, это все равно, что убить все человечество Кого-нибудь из мусульман это волнует? Позвольте мне закончить Позвольте мне завершить Именно это мучает ислам Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, научил нас, как вести себя на войне Он сказал, что когда вы отправляетесь на войну Не трогайте женщин, детей и стариков Тех, кто поклоняется в местах поклонения Сражайтесь с теми, кто сражается с вами Это все, что характерно для современного западного гражданского общества У которого также был целостный образ мышления Да, вот именно этому и учит ислам Ислам учит тому, что невинных женщин, детей, пожилых верующих и мирных жителей Нельзя трогать или причинять им вред Именно этому и учит ислам Хорошо Теперь, если мусульмане не действуют в соответствии с учением ислама Тогда мы, мусульмане, говорим этому человеку То есть у нас нет никаких проблем с осуждением этого человека У нас нет проблем с осуждением этого человека Этот человек действует не в соответствии с исламом Но проблема в том, что когда я спрашиваю вас Я предполагаю, что вы... Подождите, вы переходите от одной темы на другую Так вот, у меня возник вопрос по этому поводу Я не хочу его забыть Исходя из этого, что вы сейчас сказали Осуждает ли какая-либо исламская группа Любой мусульманин действия людей Которые придерживаются мусульманского кодекса Например, читали ли вы манифест Хамаса? Нет, я этого не делал Вам нужно прочитать это А вы читали его? Да, я читал Вы прочитали его целиком? От начала до конца Это недолго Это около трех страниц Вы можете загуглить его Я прочитал большую часть этого текста Я пытался изучать религию Читал Коран, Библию Вы не читали Коран, потому что я... Я не буду приводить этот стих, но я говорю вам, что прочитал его, хорошо? Хорошо, где вы остановились только на одном моменте? Это очень важно Вы утверждаете, что нас учат убивать невинных людей А я уже говорил вам, что это не так Но вы говорите, что читали Коран Я прошу вас со всем уважением, пожалуйста, обосновать ваше утверждение Приведите доказательства Я могу пойти и погуглить прямо сейчас, но это... Прогуглите прямо сейчас Это переходит в теологические дебаты, а... Мы мусульмане, это ислам Мне все равно, что... Послушайте, мы здесь, чтобы... Я сейчас говорю о войне Конечно, я говорю о Коране, потому что это наш критерий того, что хорошо и что плохо Это наше руководство к действию Вы утверждаете что-то о моей религии, и я хочу, чтобы вы это обосновали Я не буду этого делать, потому что это не то, о чем я хочу говорить Но вы можете сделать что-нибудь Минуточку, дайте мне секунду Я хочу задать ему вопрос Запомните свой вопрос Да, этот разговор похож на суд Когда вы приходите вести разговор, у вас должны быть доказательства, иначе это не разговор Это не суд, это не суд Это правда, это правда, у нас диалог У меня есть личное мнение У него есть мнение, мы просто ведем дискуссию, все в порядке Я действительно считаю, что это не суд, потому что я не юрист Вы утверждаете, что Коран говорит убивать невиновных, так приведите доказательства Его мнение, конечно, верно, позвольте мне поговорить с ним, иншалла А вы бы все равно не согласились Если бы я сделал заявление против группы людей, особенно одной пятой части планеты, понятно И мне нечем было бы подкрепить свои слова, а то я выглядел бы дураком, ясно? Мне нужно иметь под рукой факты Минут назад вы сказали, что Коран не допускает Он отделяет от себя любого, кто мог бы убить мирного жителя, женщину, ребенка Намеренно нацелившись на них Намеренно нацелившись на них Можете ли вы указать мне какие-либо случаи, когда кто-либо из представителей вашей религии осуждал людей, которые также исповедуют вашу религию и идут убивать людей Гражданских людей, автобусы, машины, самых разных случайных людей Их много, есть много мусульман, которые этого не делают Спросите любого мусульманина здесь, оправдываете ли вы действия мусульман, которые убивают невинных людей Найдите мне хоть одного мусульманина, который скажет «я оправдываю это». Но вы, с другой стороны, придерживаетесь двойных стандартов и предвзятостей, которые вы проявляете. У вас хватает наглости спрашивать об этом, когда вы сами говорите, что убивать палестинцев вместе с невинными детьми – это правильно. Как вам не стыдно? Это война. Это отвратительно. Это не война. Разве может быть война между оккупационными силами и оккупированным народом? Я не верю ни в высшую силу, ни в разделение добра и зла, а вы верите. Да, верно. Спасибо, брат, и тебе, Мир. Но проблема здесь в том, что вы говорите, что это война. Как это может быть войной, когда люди просто оккупированы? Оккупированы? Да. Просто в течение многих лет эти земли отдавались. Разве они не оккупированы? Они полностью свободны делать то, что пожелают. Так разрешается ли оккупированным людям, согласно международному праву, сопротивляться оккупантам? Разрешено ли оккупированному народу сопротивляться оккупантам? Верно. Нет. Вам нужно пойти и ознакомиться с фактами. Прежде чем вы выйдете на публику и согласитесь на съемку, но мы же будем выкладывать это в сеть, понимаете? Выложите это в сеть. У меня есть свое мнение. Я знаю. Это же не суд. Но мне жаль говорить, что вы выставляете себя дураком, потому что говорите вещи без... Послушайте, большему количеству людей нужно услышать вещи, отличающиеся от огромного количества людей, средствах массовой информации, которые думают, что резни либо никогда не было, либо она была оправдана из-за зверств. Так каково же ваше послание миллионам людей, которые могут это увидеть? Мое послание миллионам людей? Мое послание для всех заключается в том, что вы сами роете себе яму. Продолжайте. Мое послание для всех заключается в том, что, как только вы становитесь страной, у вас появляется право на самозащиту. Если какая-либо другая страна хочет на вас напасть, то и лучше согласиться с реакцией других стран на защите. Если они хотят кричать, что на их детей нападают, им не следовало начинать войну с другими людьми. Они должны были защищать свою собственную страну и не ввязываться в конфликты в других местах. Из тысяч войн, которые когда-либо происходили, обычно побеждает сильнейший, одерживает верх победителя. И хотя некоторые могут сказать, что это прискорбно и ужасно, я думаю, что это просто жизненный факт. Люди будут жить, люди умрут независимо от того, бьют их или нет. Проживут ли они долгую жизнь, заболеют ли раком изо всех имеющихся у нас микропластиков. Они все равно умрут. И в этом нет ничего особенного, и каждый человек умрет. По моему мнению, через 10 тысяч лет произойдет вспышка на солнце, и сразу же солнце погаснет. И в этой стране уже ничто не будет иметь значения. Если вы хотите защитить себя, у вас есть на это право. Но если вы хотите напасть на кого-то, у вас нет на это права. Каково ваше прошлое? Верите ли вы в Бога? Нет. Хорошо, вы убежденный атеист. Нет, я не атеист. Во что же вы тогда верите? Я верю, что в мире существует некий разумный замысел, и есть творец. Но я смеюсь над всеми религиями и всеми людьми, которые выдумывают психотическое вмешательство высшей силы для того, чтобы повести группу людей на войну. Я думаю, что вся религия направлена только на то, чтобы запретить людям собираться вместе для ведения войны. Существует множество религий, понимаете? И в современном мире, я думаю, нет места войне. Значит, нет места войне? Нет, я думаю, что мир существует, и в этом мире есть возможность достичь мира и согласия. Единственный способ предоставить людям защищать себя от нападений. Если Палестина захочет напасть на другую страну, суверенное государство, то они получат по башке. А если погибнут мирные жители, то это всегда было связано с войной. Как вы думаете, принес ли ислам миру что-нибудь позитивное? Очень мало. А как насчет евреев? Знаете ли вы обо всех еврейских изобретателях? Ну что же, вы явно знаете, потому что вы настоящий профессионал. В мире всего пару миллионов евреев, ясно? И они отвечают за большую часть здравоохранения и технологий в этом мире. Посмотрите на все современные страны. Вам нравится что-нибудь в исламе? На самом деле, да. Еда, немного культуры, Марокко. Один из моих друзей — марокканский еврей. И в Марокко много богатых. Исламская культура и истории. Их там очень много. Даже несмотря на то, что вы должны быть связаны с евреями. Моя связь осуществляется через друга. Он еврей. К тому же он не религиозен. Я спросил вас, любите ли вы ислам? Я люблю марокканскую кухню. Через моего испорченного друга, который тоже еврей? Хорошо, продолжайте. Что вам нравится в исламе? Это религия. Знаете ли вы что-нибудь о религии, которая вам нравится или которую вы цените? Это самая злокачественная религия, которая захватывает мир и убивает всех остальных. Ясно? Спасибо, что остановились и поделились своими отвратительными взглядами. Я нахожу их отвратительными и отталкивающими. И не согласен со многими вашими высказываниями. И, как я уже сказал, мы выложим это в сеть. Если вы желаете что-то сказать в качестве заключительного заявления для всех, кто смотрит, не стесняйтесь, это ваш шанс. Послушайте, в общем, с гуманной точки зрения, я желаю вам всего наилучшего к личности. Я желаю вам здоровья и мира для вас и вашей семьи. Спасибо вам. Но как представителю вашей религии, вы распространяете ненависть и насилие, понимаете? И я просто убежден в этом. Простите, но это очень громкое заявление, к тому же и личное. Я распространяю ненависть и насилие. Не могли бы вы обосновать это, пожалуйста? Да вы поддерживаете эту пропаганду, согласно которой то, что сделала Палестина, это правильно. Вы поддерживаете идею о том, что ислам миролюбив, так? Когда я говорил такое? Что они не склонны к насилию, не хотят убивать мирных жителей, в то время, как на самом деле вы пытаетесь скрыть истинную суть мусульманской религии, что это жестоко насильственная религия, и что однажды она попытается захватить власть над миром и убить всех, кто не будет придерживаться их религии под страхом смертной казни. И ни одна другая религия не похожа на эту. Именно поэтому мусульманская религия должна быть уничтожена. Ясно? Окей? Окей?